МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги недели Министерства внутренних дел с вами Айдана Конвекова. Президент Крыгской республики Садыр Джапаров 21 мая принял участие в открытии здания Управления внутренних дел Таласской области в городе Талас. Садыр Джапаров напомнил, что здание данного управления было построено еще во времена Советского Союза. И, как другие государственные здания, ежегодно требовало средств на ремонт и восстановление. Здание первоначально начали строить в 1985 году, как Дом культуры. Но в 1987 году по каким-то причинам строительство было остановлено. С тех пор это здание переходило из рук в руки и, к сожалению, даже стало частной собственностью. Спустя 36 лет было принято решение передать это здание Управлению внутренних дел Таласской области. К тому времени от здания остались только четыре стены. Садыр Джапаров рассказал об инициативе Министерства внутренних дел Улана Незбекова, который выступил с инициативой улучшить условия работы и повысить качество обслуживания населения. Нашел спонсора и начал строительство этого здания. Такие достижения можно назвать значимыми шагами на пути к изменениям и обеспечению внутренней безопасности. Кроме того, Садыр Джапаров акцентировал, что за последние три года более 400 автомобилей были предоставлены органам внутренних дел по всей стране для оперативного реагирования на обращение граждан, обеспечения безопасности на местах, а более 200 зданий были построены и отремонтированы. Для решения технических вопросов были приобретены и введены в эксплуатацию тысячи специальных средств, соответствующие современным требованиям. 21 мая МВД состоялась встреча первого заместителя министра внутренних дел Кыргызской республики, генерал-майора милиции Азылбека Бейбосунова с чрезвычайным полномочным послом Республики Бангладеш в Кыргызской республике. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами в обеспечении безопасности и правопорядка. Первый заместитель главы МВД заверил, что на сегодняшний день с нашей стороны принимаются всесторонние меры по обеспечению стабильности и безопасности граждан, как в Кыргызской республике, так и иностранных государств, находящиеся на территории нашего государства, в особенности студентов. В свою очередь посол Ислам Мухаммед Манирул выразил надежду на стабилизацию ситуации и заверил о готовности всестороннего сотрудничества. 24 мая 2024 года ночью в доме в одном из сел Айтматовского района были обнаружены тела трех граждан с признаками насильственной смерти. Установлено обстоятельство тройного убийства в Таласе. В селе Айтматовского района Таласка области ночью 23 мая этого года произошло тройное убийство. На место особо тяжкого преступления выехала оперативно-следственная группа. Подозреваемым в этом преступлении оказался житель села Айтматовского района Таласка области, гражданин Ка-Эн, 1976 года рождения. В свое время братьями Ка-Эн и Ка-Эн возник имущественный спор и конфликт. Вследствие этого конфликта в 2018 году Ка-Эн напал с ножом на своего брата и попытался его убить. По этому факту в марте того же года гражданин 1976 года рождения решением Карабуринского районного суда по статье «Покушение на убийство» был осужден 8 годом лишением свободы. В марте 2023 года гражданин Ка-Эн, 1976 года рождения, решением Бакай-Атинского районного суда вышел по пробации. 23 мая 2024 года примерно 23.00 часов гражданин Ка-Эн, 1976 года рождения. Из-за старой обиды пришел к младшему брату с целью отомстить. Но по стечению обстоятельства брата там не оказалось, и он жестоко расправился с его семьей, убил жену и детей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в тройном убийстве был ликвидирован при задержании. В городе Ож при получении взятки за оформление документов на постановку на учет автомашины задержан ответственный сотрудник отдела Ож-2 Государственного агентства УНА. В городе Ож при получении взятки за оформление документов на постановку на учет автомашину задержан ответственный сотрудник отдела Ож-2 Государственного агентства УНА. 18 мая 2024 года в МВД обратился гражданин АЭ с заявлением на сотрудника госагентства УНА, работающего на авторынке, расположенного в городе Ож, вымогавшего взятки в 40 тысяч сомов за постановку на учет автомашину, привезенного из России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудника отдела Ож-2 Госагентства УНА АБИ задержан в служебном кабинете при получении взятки. 25 мая пройдет последний звонок и во время торжественных мероприятий органами внутренних дел будут приняты меры по охране общественного порядка с закреплением за каждым учебным заведением сотрудников милиции и патрульных нарядов, максимально приближенных к местам проведения мероприятий. В то же время практика последних лет показывает, что после завершения последних звонков в школах с разрешением родителей многие выпускники самостоятельно продолжают праздновать и нередко передавая управление транспортными средствами несовершеннолетним и в результате приводит к трагическим последствиям. Многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах. В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах и водоемах. Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила проведения. В случае выявления правонарушений или предпосылок к ним просим незамедлительно обращаться на номер 102. Это были события недели Министерства внутренних дел. С вами была Айдана Конбекова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова